Соревнования среди военных по мини-футболу-бильярду, настольному теннису прошли в Петропавловске. Их посвятили Дню Защитника Отечества. Ольга Файзулина побывала на состязаниях. У кого лучше всех развит командный дух, меткость и скорость, выясняют участники соревнований на территории войсковой части 66-37. Хозяева поля сейчас играют в мини-футбол с курсантами военного института. Команды сильные, спортсмены забивают один гол за другим. Итоговый счет 3-3. Игра в принципе прошла достойно, скажу. Соперники, войск, кача 66-37 показал хорошую игру. Если честно, даже не ожидали, что будут такие достойные соперники. Борьба была очень сложная. Чего хочу пожелать участникам соревнований, это достойные игры. Не показывать свои слабости, быть уверенным на поле. Участвуют шесть команд. Соревнования проходят по трём видам спорта. Здесь играют в настольный теннис и бильярд. Пример подчинённым подаёт начальник департамента обороны области Еркинбек Байболов. Он один из участников соревнований. На состязание пригласили ветеранов вооружённых сил. Мы часто общаемся с молодёжью. У нас многие ветераны вооружённых сил работают и в учреждениях образования, и на военной кафере нашего университета, и в других учебных заведениях. Поэтому это единство молодости и опыта. Соревнования среди воинских частей и учреждений Петропавловского гарнизона посвятили Дню защитника Отечества. Кстати, 100 североказахстанцев сейчас готовятся к этому празднику в Астане. Там они примут участие в торжественном параде. Ольга Файзулина, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.